Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Нитья Рядная». Сегодня мы будем говорить об особенностях семейного воспитания и воспитания ребёнка в детском саду. Отдавать ребёнка в сад или нет, на этот вопрос нам поможет ответить психолог, научный сотрудник Института психологии Российской Академии Наук Татьяна Тихомирова. Татьяна Тихомирова – научный сотрудник Лаборатории психологии и психофизиологии творчества, психолог-консультант по вопросам детско-родительских отношений, специалист в области психологии способностей, лауреат гранта президента Российской Федерации для поддержки молодых учёных и ведущих научных школ, лауреат премии «Лучшие кандидаты наук» Российской Академии Наук Фонда содействия отечественной науки, кандидат психологических наук. Здравствуйте, Татьяна! Здравствуйте! Татьяна, скажите, пожалуйста, в чём особенность воспитания ребёнка в семье и в детском саду? – Прежде всего, хотелось вот о чём рассказать, что вопрос, отдавать ребёнка или не отдавать в детский сад, возникает не во всех семьях. А большинство семей отдают ребёнка в детский сад, потому что у них просто нет выбора. Мама вынуждена по финансовым соображениям, ещё, возможно, там по каким-то соображениям, выходит, просто обязана выйти на работу. Поэтому ребёнка оформляют в детский сад от безысходности и ведут его туда. И, как правило, такие мамы, реже папы, они считают так, что, ну, все сначала плачут, естественно, а ничего, потом привыкают и очень хорошо ходят в детский сад. И в таких семьях, как правило, этот вопрос совершенно не приобретает дискуссионный характер, и отдача, оформление ребёнка в детский сад воспринимается как само собой разумеющееся. А вот когда в семье уже появляется выбор – нанять няню, или, может быть, обратиться к бабушке, дедушке, или, может быть, к какой-то ещё родственнице, чаще всего пенсионного возраста, или же отдать ребёнка в детский сад, вот тут, конечно же, вопрос приобретает крайне острый дискуссионный характер, который, этот вопрос обсуждается и с соседями по лисичной клетке, и с учёными, и со всевозможными приятельницами, у которых дети ходят или не ходят в детские сады. Так, когда слышишь, что ребёнок в детском саду, порой возникают такие ассоциации, что, да, детей очень медленно одевают воспитатели на прогулку в зимнее время года, дети потеют, просужаются, приходят на ум бесконечные больничные листы мамы, и, как правило, мамы говорят, ну вот, проще сидеть со здоровым ребёнком дома, чем с больным, и просить об этом каких-то посторонних людей. А с другой стороны, конечно, сразу вспоминаешь радостные глаза соседской девочки, которая с восторгом рассказывает о том, как здорово она прочитала стишок на каком-нибудь новогоднем утреннике. Конечно же, из собственной психолого-педагогической практики можно вспомнить массу случаев, как позитивно окрашенных воспоминаний о детском садике, так и негативно. Скажите об этом поподробнее, Татьяна, потому что вот как раз на примерах лучше всего видны особенности воспитания. Да, конечно. И преимущества, и недостатки. Да, конечно. Так, скажем, мама трёхлетней Алены считала просто своим долгом отдать ребёнка, оформить ребёнка в детский сад, потому что, как цитирую маму, что ребёнок должен обладать активной жизненной позицией. И почему-то эта мама считала, что именно в детском садике такая активная жизненная позиция у ребёнка обязательно сформируется. Причём здесь, совершенно в этой семье, не были учтены индивидуальные особенности Алены. Дело в том, что она была стеснительной девочкой. А причём стеснительность, это была, возможно, не личностная особенность всё-таки ребёнка, а возрастная, как бы норма, типичная для трёхлетних детей, в частности девочек. А мама решила, что вот именно в этом возрасте нужно отдавать в детский сад. И она оформила девочку в детский сад, отвела туда. Ну и, конечно, в их семье начался, мягко говоря, непростой период жизни. И ребёнка, и родителей, в том числе и бабушек, и дедушек, которые были молодые и не были в состоянии сидеть с этой девочкой. И что получилось? Алена стала плохо спать по ночам, постоянно вскрикивала, стала тревожной, плаксивой и так далее. Но потом выяснилось, что ребёнок всё-таки... Что вот к этой девочке воспитатели были не очень внимательны. Маме пришлось путём налаживать контакт с этой воспитательницей, путём устройства её мужа на работу. То есть личностные какие-то вопросы решались. Абсолютно точно. К тому же за небольшую материальную какую-то плату девочку перевели в хорошую группу, где находились дети и воспитатели и так далее. И таким образом всё-таки более-менее жизнь Алены в детском саду как-то наладилась. Но теперь этой девочке 9 лет. И на вопрос о том, Ален, как тебе было в детском саду? Она отвечает, что не очень было. И, в принципе, сейчас бы она туда не вернулась, что в школе гораздо лучше. То есть вот так. Травматичный опыт для ребёнка. Да, травматичный опыт. И, кстати, проблема с рождённой стеснительностью девочке, собственно, не решена. То есть, видимо, причина совершенно в другом. Кроме того, мама Алены, уже беременная вторым ребёночком, сейчас очень сомневается, отдавать ли ребёнка в детский сад или всё-таки не отдавать. То есть сейчас для неё вот этот вопрос, вот тот дискуссионный характер приобрёл, о котором мы говорили в начале нашей беседы. Татьяна, ещё пока мы не ушли далеко от этого вопроса, хотелось бы уточнить про возраст. Вы сказали как раз возраст. В каком возрасте лучше отдавать? И какие особенности должны быть у ребёнка, чтобы родители поняли, что пора или не нужно, лучше ещё побыть годик дома? Да, конечно. Специалисты по раннему развитию детей считают, что до трёхлетнего возраста в детские сады отдавать не нужно. Но опять-таки нужно учитывать индивидуальные особенности детей. Как экстраверсия, экстраверсия. Ну, то есть, как бы, насколько ребёнок общителен, насколько он спокойно остаётся с чужими взрослыми, насколько он любит играть и так далее. При всём этом нужно же смотреть, насколько хороший детский сад, насколько большие группы и так далее. То есть, конечно же, несмотря на то, что я привела негативные случаи из своей практики психолого-педагогической, сейчас могу привести и положительный пример, когда ребёнку, когда родители учли возрастные особенности девочки, Леры, ей было около четырёх лет, и поняли, что вот сейчас пришло время, интуитивно мама поняла, что пришло время ребёнку расширить какие-то контакты. Она освоила правила сюжетно-ролевых игр, обрела какие-то бытовые навыки. То есть, ребёнок может спокойно покушать, там, что-то ещё. То есть, ну, как бы выразить воспитателю в словесной форме свои какие-то желания, требования и так далее. И девочку Леру четырёх лет отдали в детский сад, и девочка начала фактически буквально отлично ходить в детский сад, не было этих затяжных маминых больничных листов. И фактически... Легко адаптировалась. Конечно, конечно. И фактически не было какого-то негативного эмоционально окрашенного состояния. Но здесь ещё следует указать заслугу не только общего детского учреждения, детского сада, но и каждого конкретного педагога, воспитателя, который здесь работает. Потому что понятно, что одна воспитательница возьмёт на руки этого ребёночка трёхлетнего, заинтересует его, отвлечёт и так далее. А другая скажет, у меня в группе 10 человек. Ну это я хорошо говорю, вот 10 человек. И что же я каждого буду в руки брать? То есть индивидуальный подход к педагогу, воспитателю. Конечно, конечно. И вообще нужно выбирать не только школьные учреждения, а именно конкретного воспитателя. Кому ваш ребёночек пойдёт, кому вы доверите его своё воспитание. Сложился ли у них контакт изначально? Конечно, конечно. Изначальный контакт, эмоциональный контакт, он очень важен. То есть воспитатель должен быть искренне заинтересован в том, чтобы ребёнку было в садике хорошо. Хорошо, Татьяна. С этим всё понятно, что нужно обязательно выбрать педагога, то есть воспитатель, да, и по этим критериям, в том числе детский сад, определить. Ещё существует такое мнение, что интеллектуальное развитие ребёнка, который ходит в детский сад, выше порой, да, потому что он там общается, потому что он там развивается, и вообще есть занятия, организованные специалистами, и быстрее научатся считать, писать, моторика развивается, они там рисуют, лепят, чем дома. А насколько оправдана такая теория? Да, действительно распространено и бытует мнение, что в детском саду там существуют специальные развивающие программы и так далее. Но я хочу сразу обратить внимание, что не во всех детских садах эти программы, скажем так, практикуются, что детьми действительно занимаются. Но это несколько голословно, может быть, звучит, но в лаборатории психологии и психофизиологии творчества Института психологии РАН было проведено исследование, в котором выяснено, что интеллектуальное развитие детей может быть на высоком уровне не только в детских садах, но и дома, и даже более того, во дворе, в среде сверстников. Значит, что именно ученые выяснили? А ученые выяснили любопытную вещь, что дети, которые в большей мере находились в детском саду, показали менее высокий уровень интеллектуального развития. Казалось бы, парадоксальный факт с точностью до наоборот тому, что вы говорили. Давайте попробуем разобраться, из чего складывается интеллектуальный климат и так далее. Считается, что интеллектуальный климат семьи, группы складывается из коэффициента интеллекта каждого конкретного члена семьи или этой группы. Так скажем, наибольший коэффициент интеллекта у взрослых, соответственно, ребенок, который рождается, обладает наименьшим интеллектом. То есть можно ожидать, что, в частности, в семье наибольший коэффициент интеллекта будет показывать ребенок в той семье, которая состоит из двух взрослых и одного маленького ребенка. Давайте теперь проанализируем интеллектуальный климат группы детского сада. Что мы получаем? Там 10-15, в лучшем случае, маленьких детей и одна воспитательница с, надеюсь, нормальным коэффициентом интеллекта. И поэтому, что мы имеем в виду? Что, соответственно, интеллект каждого ребенка стремится всего лишь к этой маленькой сумме и делится на количество детей. То есть, соответственно, вы можете понять, что и посчитать. Конечно, конечно, ниже. Но не хотелось бы... Во-первых, это стоит оговориться, что детский сад детскому саду рознь. Сейчас, конечно, учитывая вот именно этот подсчет коэффициента интеллекта и так далее, формулы интеллектуального климата, о которой я говорила, сейчас многие руководства детских садов перешло на малочисленные группы, на раздельное преподавание по предметам, скажем так, по программам. То есть, постоянно увеличивается количество взрослых, с которыми эта группа детского сада общается. Музыкальный работник, отдельный художник. Конечно, конечно, конечно. И скульптуру. Да, абсолютно правильно. Но я хочу отметить, что вот общение со сверстниками в этой группе детского сада, или будь то во дворе, оно имеет свою функцию, другую. При нашей лаборатории также при научном исследовании выявлено следующий факт, что дети, которые больше времени проводят в детских садах или среди сверстников, то есть они показывают высокий уровень развития творческих способностей. Интересно. И мы объясняем это тем, что ребенок, вот широта общения. Смотрит примеры. Конечно. Ребенок, во-первых, он смотрит, осваивает и успешно применяет различные способы поведения, совершенные какие-то различные реакции на окружающих, типы каких-то своих действий, оценку и прогнозирование поступков других людей. То есть это получается широта и вариативность контактов. И поэтому ребенок, который обладает вот таким спектром, богатым спектром поведенческих реакций, он и показывает высокий уровень творческих способностей. То есть видите, как я сказала, и интеллектуальный рост идет, и все-таки творческий рост и в семьях, и, соответственно, творческий рост в детских садах. Татьяна, а что же тогда предпочесть? Какие рекомендации вы могли бы дать родителям, как им определиться, отдавать ребенка, не отдавать? И что для этого конкретного ребенка будет лучше? Ну, что лучше будет для каждого конкретного ребенка? Конечно, виднее всего это маме, которая интуитивно чувствует своего малыша, чувствует то, что ему необходимо именно в этот момент. И кроме того, конечно же, консультация специалиста для каждого конкретного ребенка на факт выявления его индивидуальных способностей. Кроме того, как я уже говорила выше, мы выбираем не только детский сад, но мы выбираем еще и воспитателей, вернее, пытаемся выбрать, насколько это возможно. Кроме того, естественно, нужно учитывать и то, не только индивидуальные особенности, но и то, каким образом среда влияет на интеллектуальное и творческое развитие ребенка. Конечно, в идеале мы хотим, чтобы ребенок наш развивался гармонической личностью, то есть чтобы ребенок был и интеллектуалом, и проявлял и творческие способности. Таким образом можно порекомендовать, если у вас, уважаемые родители, есть выбор, и вы предпочитаете семейное воспитание, то давайте мы будем с вами стараться, чтобы наш ребенок выходные или праздники проводил в кругу друзей, или, может быть, чаще гулял в парке со сверстниками. А если же все-таки вы предпочли детский сад семейному воспитанию, то больше давайте уделять внимание интеллектуальному развитию детей, читать книжки, посещать музеи, выставки и всячески поощрять интеллектуальный риск ребенка. Татьяна, а еще вот такой вопрос. Из практики у вас есть какие-то примеры, где вы видели, что успешно стал ребенок развиваться, вот именно творческие способности, когда пошел в детский сад, и что ему этого не хватало, или наоборот, отдали в детский сад, и ребенок паник. Вы знаете, к сожалению, но это я отношу к тому, что все-таки люди пытаются поделиться каким-то негативным опытом и приходят к специалистам только тогда, когда действительно какая-то неприятность, проблема. Поэтому на моей психолого-педагогической практике чаще всего случаи негативного посещения детских садов или не сложившийся контакт эмоциональный ребенка с воспитателем, и ребенок отказывается обучаться по программам, то есть на ребенка накричали. Я уже не говорю о крайних случаях нарушений речевых функций и так далее. Но бывают отличные примеры посещения детских садов. Это детки, которые сами говорят в 4-5 лет «мама, я хочу в детский сад». И таким образом маме, в принципе, не хочется примерять на себя все эти ранние подъемы, и ребенка, и зимняя дорога, то есть как бы в темное время суток и так далее. Вот, и поэтому, но все равно мама ведет своего малыша, ну не малыша, уже там 4 года, в детский сад, и как правило, такие дети очень хорошо чувствуют себя в детском саду, в том плане, что они уже действительно готовы, они психологически созрели, и они освоили правила сюжетно-ролевых игр. То есть во дворе, когда гуляет, мы наблюдаем, ему комфортно со сверстниками, ему хочется общаться, просится, да, ребенок на контакты на какие-то, чтобы чаще его водили. Да, конечно, ну здесь что можно? В художественной школе, еще куда-нибудь? Да, конечно, здесь какое разумное сочетание можно предложить? Это семейное воспитание плюс центры дополнительного образования. Сейчас масса таких центров, при которых идет именно программа детского сада. Детского сада – образовательная программа. То есть это и развитие речи, это ритмика, это лепка, рисование, все что угодно. И таким образом все равно формируется мини-группа, правильно? Там эти взаимоотношения, которые, собственно, наша мама часто говорит, не хватает при семейном воспитании, они все равно ребенок это переживает. Тем или иным образом. И те же праздники, те же утренники, там и так далее. То есть вот этот позитив, он есть. То есть вот это разумное сочетание семейного воспитания и каких-то дошкольных образовательных центров, я считаю, что оно идеальное. Ну а если выбора нет, и родители вынуждены отдать ребенка в сад, и тем более в сад, который там вот находится в этом микрорайоне, вот он рядом, да? Рядом с ним. Каких ошибок нужно избежать? К чему нужно присмотреться внимательнее, кроме того, что выбрать педагога, с которым будут складываться отношения? Это очень хотелось бы подробно обсудить, потому что вот примеры те негативные, о которых вы говорили, да, может быть, они покажут, как присмотреться к ребенку, нравится ему, не нравится, кроме того, что он говорит, или он уже устал говорить, а его все равно вводят в этот детский сад. Чтобы не было потом срыва такого, о котором вы говорили в начале программы. Вы знаете, дело все в том, что, конечно, здесь нужно смотреть на каждого конкретного ребенка, потому что, как говорится, то, что одному хорошо, другому очень плохо. И поэтому все равно каждая мама интуитивно чувствует своего ребенка. Есть общепринятые рекомендации, причем в одних детских садах они достаточно жесткие, что вы первые две недели вводите ребенка до обеда. Вот момент, скажем так, отхода к дневному сну, он является достаточно серьезным для психики ребенка. И желательно, и многие детские сады это практикуют, что самое приятное, что вы ребеночка вводите первые две недели до обеда. То есть таким образом ребенок понимает, что мама придет. Понимаете, в чем проблема, если маленького ребенка отдаете в детский сад? Что он думает, что его бросили, что его покинули. И всегда здесь нужно делать акцент. Причем успокоиться самой маме, потому что, как правило, это очень тяжело, это слезы и так далее, и мамины в том числе. И поэтому здесь нужно как бы успокоиться самой и говорить, что вот мы идем поиграть, и я тебя забираю. То есть я все равно приду. Мама поработает. То есть делать акцент на то, что мама заберет. И ребенок таким образом успокаивается. Успокаивается и достаточно быстро вот все-таки идет в группу и привыкает. Потому что, понимаете, когда нет выбора, то есть необходимость лучший советчик. Это всегда правильно, это всегда оправдано. Ну вот, и смотреть на психическое состояние ребенка. Потому что если действительно он начинает кричать по ночам, что стоит, может быть, показать ему, специалисту, психологу, может быть, какие-то там компромиссы найти, поговорить со спитателем. В некоторых случаях лучше все-таки пожертвовать работой, чем психикой. Конечно, конечно. Потому что потом это будет очень сложно реабилитировать. Особенно если там нарушение речевых функций. Речевых функций. То есть и в основном, конечно же, ну, как правило, как правило, все-таки детки ходят хорошо. Детские сады у нас становятся, я надеюсь, все лучше и лучше. И воспитатели все-таки имеют теперь психологическое образование, а не только педагогическое. И это первая, значит, рекомендация, оставлять ребенка на несколько часов. Еще какие можете дать советы тем мамам, которые отдают ребенка в садик по причинам субъективным? Да, первая рекомендация. Вторая рекомендация, это все-таки поощрять ребенка, хвалить его побольше. То есть самим положительно, безусловно, отзываться о детском саде. Потому что бывает так, у нас, у взрослых, складывается свое субъективное, может быть, отношение к воспитателю. Ни в коем случае не обсуждать негативные моменты сада при ребенке. Это очень важно, потому что очень сильно ребенок, ну, скажем так, в кавычках, ловит наше эмоциональное негативное состояние и переносит его на себя, каким бы маленьким ребенок ни был. Можно отправить ребенка в детский сад со своей игрушкой. То есть как бы вот хорошо... Как правило, родители, когда записывают ребенка в группу детского сада, всегда смотрят, чтобы кто-то из знакомых сверстников был в этом детском саду. То есть таким образом ребенку очень легко адаптироваться не одному, а соседской Маше или с Ваней, которыми он гулял в парке, и он знает, что это Маша и Ваня. И что они тоже пришли в детский сад, и им так же, как и другие. Но как правило, то есть если это чуткий воспитатель, здесь, как правило, конечно, детки плачут, но если их вовремя заинтересовать, переключать деятельность, конечно, переключать деятельность, то я думаю, что проблем не бывает. Потому что сейчас, как я уже сказала, руководство детских садов идет на уменьшение групп, идет на все-таки новаторские какие-то программы, действительно делает так, чтобы ребенку было комфортно. Это и музыкальные занятия, и занятия в бассейне. То есть действительно то, чего даже обычные родители, может быть, в своей повседневной жизни, при семейном воспитании, дать ребенку в какой-то мере не могут. Спасибо, Татьяна. Таким образом, дорогие телезрители, можно сделать вывод, что идеальным является семейное воспитание в сочетании с воспитанием в дошкольных учреждениях, как то дополнительное учреждение и непосредственно садик. Но, как нам сказала Татьяна, необходимо обязательно не просто отдать его на воспитание, но и учитывать все его особенности и не забывать уделять время дома. Ибо очень чутко относиться к тому, что происходит с малышом. А на этом мы с вами прощаемся. Увидимся через неделю. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok